Не так давно я слышал историю, в проводивости которой я не был удостоверен. Но, тем не менее, она имеет реальную картину нашей современности. Один человек бросился с 10 этажа высотного дома к огромному ужасу наблюдающих эту трагедию. И в то время, когда окружающие кричали в замешательстве, наш, в кавычках, герой, падая между этажами, к своей гибели был совершенно спокоен и невозмутим. Пролетая мимо окон пятого этажа, к неминуемой смерти он обратился к жителям квартиры со словами утешения. Не волнуйтесь особо, все идет хорошо, все будет нормально. Друзья мои, эта печальная картина напоминает мне о том, что происходит сегодня с Америкой, стремительно несущейся к моральному саморазрушению. Не учитывая реальности того, что общество устремилось к пропасти, большинство христиан спокойны и невозмутимы. Экономика относительно стабильна, у нас уютные дома, материально мы обеспечены. Мне вспоминается происшедшее в 605 году до рождения Христа. Тогда, когда Израиль попал в плен Вавилона. Три империи в то время претендовали на мировое влияние, мировое господство. 300 лет до этого Ассирия управляла миром, владела огромными территориями, но постепенно пришла в упадок. Вавилон стал могущественной империей и овладел всеми государствами. Египет до того управляя миром на протяжении почти тысячи лет снова претендовал на мировое господство. И именно в то время, будучи юношей 15 лет, вдумаемся, 15 лет юноши от роду, пророк Иеремия был призван Богом привести израильский народ к покаянию, восстановлению, к реформации. Хотя служение пророка он нес на протяжении 45 лет, но 20 лет из них пророк Иеремия пророчествовал о том, что если народ не покается в своих грехах, не обратится к Богу, и Иудея будет взята в плен Вавилоном. И, к сожалению, друзья мои, Писание говорит о том, что это и произошло. «Немало не сомневаюсь в том, друзья мои, что наш Господь по молитве народа этой страны, где мы живем, отстрочил на некоторое время определенное им же наказание. Богоотступничество, ложь, убийство, вражда, идолопоклонство – это далеко не первый, и неполный перечень того, что наш Бог ненавидит». И в послании к Ефесянам, по-моему, в 5 главе 6-7 стих апостол Павел, именуя такие грехи, предостерегает. «Никто говорит вас, да не обольщает вас всеми словами, пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». А в следующем по порядку послании Нового Завета, это послание к Колоссянам, апостол Павел, говоря о недостойной жизни христианина, снова предостерегает, за которые гнев Божий придет на сынов противления. По-моему, в 3 главе Колоссяна. В нашем примере с пророком Иеремии Господь ждал, терпел и умолял свой народ на протяжении долгих 20 лет. Только вдумаемся, друзья мои, не 2 года, не 3 года, не 5, даже не 10 лет, но долгие 20 лет верный Богу пророк, не уставая, постоянно говорил народу о грядущем наказании. И одновременно с этим, со многими слезами, он просил Бога о том, чтобы Бог помиловал свой народ. Он говорил, хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, отступничество наше велико, говорил Иеремий. Согрешили мы, однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами. Не оставляй нас, по-моему, говорил он в 14 главе. Именно таких примеров в служении Иеремии мы находим множество. Все бедствия, постигшие некогда славный город Иерусалим и его народ, пророк видел своими очами, все это пережил, все испытал. И вот он в горьких слезах и в раздирающих сердце рыданиях «Изливай душу свою на развалинах Иерусалима». Книга Иеремии для всех нас, может быть, поражаемых нашими скорбями, потерями, может служить прекрасным источником утешения и самым верным мерилом покаяния. Помимо всего, он возвещал Слово Божие в храме, во вратах города, даже в доме царя, он говорил, на площадях народных и даже в частных домах, то есть всеми силами. Иеремия старался предотвратить бурю, готовую разразиться над упорным в своих грехах народом. С раннего утра нёс он Слово Божие, навлекая на себя поношение и насмешки. Его личная семья игнорировала его, друзья смеялись над ним. И задавая ему вопрос, где Слово Господне? Пусть оно придёт! По-моему, в 17 главе задавали этот вопрос Иеремии. Где Слово Господне? Пусть оно придёт! Всё это, дорогие мои, напоминает мне состояние некогда благословенного Богом общества, основателя этой нации. А также поощряет нас с вами более и более искать лица Господня, не ослабевая в молитвах и не унывая, зная, что труд наш не тщетен перед Богом и доблагословит вас Бог всего хорошего. Продолжение следует...